В эфире программа интервью и я Жен Сая Мусина. Здравствуйте! Гость нашей программы главный государственный санитарный врач города Балхаш Батанаева Лена Курмановна. Здравствуйте, Лена Курмановна. Добро пожаловать в студию еще раз. Здравствуйте, Жен Сая. Уважаемые балхашцы, по становлению главного государственного санитарного врача Караганинской области с 0 часов 5 июля на территории области вводятся строгие ограничительные карантинные меры. Для населения ограничен выход из мест проживания за исключением приобретения продуктов питания, лекарственных средств, выхода на работу и совершения банковских операций, а также выгула домашних животных. При посещении торговых и аптечных объектов и при использовании общественного транспорта, а также на рабочих местах необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров друг от друга. При нахождении в закрытых помещениях, например, в транспорте обязательно носить защитные маски. Запрещено скопление людей более трех человек, за исключением членов семьи. Установлен запрет на передвижение несовершеннолетних у нас без сопровождения взрослых. Лицам старше 65 лет также рекомендуется ограничить выход на улицу. Запрещены, я хочу отметить, запрещены коллективные, семейные, в том числе дни рождения, свадьбы, памятные и поминальные мероприятия. При проведении похоронных мероприятий необходимо не допускать скопления людей более 10 человек. Это в основном скопление будет из членов семьи с соблюдением дистанции не менее двух метров. Запрещено передвижение всех видов личного транспорта с 23 вечера до 5 утра. Далее выезд на дачные участки не более 5 человек разрешен, но со строгим соблюдением санитарных мер. Разрешено посещение площадей и скверов набережной группами не более из трех человек или членов одной семьи, также с соблюдением социальной дистанции. Разрешено проведение индивидуальных тренировок на открытом воздухе. Жителям можно осуществлять прогулки, но с исключением рукопожатия, с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров и обязательно ношением масок. Ну и также хочу сказать, что при проявлении каких-либо первых симптомов респираторной инфекции, вот например это будет насморк, чихание, температура, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций путем вызова кареты скорой помощи по номеру 103. Значит, согласно постановлению будет приостановлена деятельность развлекательных учреждений, это караоке, компьютерные клубы, болин-центры, кинотеатры, кальяны, бильярдные, аттракционные, батуты. Также приостановлена будет деятельность детских дошкольных учреждений всех видов и типов, детских оздоровительных лагерей, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающихся центров и кружков для детей и взрослых. Кроме того, приостановлена деятельность это фудкорты и банкетные залы. Далее в этот раз будет приостановлена деятельность именно салонов красоты, парикмахерских, спа-центров, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра. Спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры также будут приостановлены, уже приостановлены до сегодняшнего дня. Приостановлена деятельность у нас будет бассейнов, бань, саун. Кроме того, крытые продовольственные и непродовольственные рынки будут приостановлены, городские и общественные пляжи и религиозные объекты. Что касается объектов общественного питания, в том числе летние площадки, за исключением не имеющих отдельного входа и выхода, не стационарных объектов общественного питания, а то киоски донерные, они будут работать с 8 до 22 вечера с ограничением количества посетителей до 30 человек и обязательным соблюдением социальной дистанции и рассадки обеспечения расстояния между столами не менее 2 метров. И, кроме того, запрещается проведение массовых семейных мероприятий. Будут продолжать деятельность у нас продовольственные и непродовольственные магазины, аптеки, непродовольственные магазины более 500 квадратных метров, только на доставку получается, банки второго уровня, городская почта, адвокатские, нотариальные конторы, ломбарды, обменные пункты, химчистки, швейные ателье, обувные мастерские, станции технического обслуживания, автомойки, шиномонтажки, гостиницы, дома и зоны отдыха со строгим соблюдением санитарно-ферминических требований. Но у нас информация будет обновляться по мере поступления официальных сообщений. В данном случае у меня как бы по остановлению пока все. Вся обновленная информация будет выкладываться на нашем официальном сайте телеканала Уркин Медиа. Будьте в курсе событий вместе с нами. Лена Курманна, спасибо за ваш доклад, но вопросы поступают от жителей. Многие не понимают и просят объяснить пункты первые и одиннадцатые. В первом у вас разделе, где говорится ограничить выход, и в одиннадцатом пункте разрешается выход в скверы, в парки. Объясните, пожалуйста. Я сразу хочу пояснить самое основное, что ограничить это не запрет. Ограничивается выход, это не говорит о том, что он запрещен. Поэтому, если человек может выходить, но ограничено, то есть если это будет какие-то, допустим, выход в магазин, выход в аптеку, выход там, допустим, сделать какие-то услуги, банковские услуги, и тем не менее у них не ограничен, не запрещена прогулка именно по парку, скверу, какое-то определенное время, то здесь запрета нету, он просто ограничен, но это не запрет. То есть это можно считать как рекомендацию, да, вам рекомендуется? Ну это как бы оно, это уже не то, чтобы рекомендуется, это вот как бы так надо, чтобы ограничили выход. Мы для чего, как бы вот эти моменты оговариваются в постановлениях, здесь оговаривается момент не только работы объекта, не только там работы каких-то других учреждений, здесь нам самое главное, нужно разобщить цепочку именно среди населения, чтобы не было массового скопления, и чтобы люди, как говорится, ограничили движение, ограничили именно вот это передвижение по городу, по объектам каким-то там, допустим, по развлекательным, там, я не знаю, магазин там все, это нужно ограничить на сегодняшний день. Вот этот период, вот сейчас вот постановление об усилении мер, он как раз-таки делает акцент на том, чтобы люди ограничились именно в движении, ограничились, чтобы они сидели дома, чтобы лишний раз не было контакта среди людей. Но при этом в парке, в сквере можно прогулать? На свежем воздухе, естественно, можно. На свежем воздухе, как бы, он не то, чтобы как бы массово там появляться, и это само, а вот именно ограничено. То есть можно выйти, немножко прогуляться, и как бы опять зайти домой. И тоже такой актуальный вопрос среди жителей, негодуют болхашцы, почему часть организации открыта, а часть закрыта? Почему в парикмахерской можно заболеть, да, закрыты парикмахерские, а вот на, как вы сказали, рынке, ну, нельзя, которые открыты? Ну, здесь больше всего учитывается тот момент, что, я еще раз хочу, значит, повториться о том, что нам сейчас важна не сама работа объекта, а именно, чтобы не было скопления среди людей, и нам нужно разобщить цепочку именно в возникновении заболеваемости. Как вы знаете, что это распространение заболеваемости очень контагиозно, поэтому нахождение, допустим, в парикмахерской, нахождение в каком-либо закрытом помещении, оно еще, как бы, больше, в зависимости от квадратуры. А здесь идет, как бы, очень близкий контакт, поэтому здесь вот нет, нет, как бы, гарантии о том, что присутствовал ли сам, сам сотрудник, допустим, вот этого, например, ну, пусть это будет парикмахерская с холодной красоты, был ли он при своих защитных мерах защиты, или та же маска, та же, или потребовал ли он от посетителя ту же маску, те же, например, антисептические, допустим, вещества, здесь нет гарантии, поэтому здесь наибольший риск, именно дистанция не будет соблюдена, наибольший риск распространения и заражения. А что касаемо, допустим, крытых рынков на сегодняшний день, на крытых рынках тоже, да, мы не гарантируем то, что человек не может заболеть, но из-за того, что мы немножечко уменьшим поток количества людей, так как крытые рынки, там у них же все-таки и помещение огромное, здесь вот за счет того, что и проветриваемость, вот так же, как и в автобусах, допустим, проветриваемость хорошая, это вот не говорит о том, что если все люди скопились, но у них вот есть, вот, как бы, условия, вот, но здесь рынок, в принципе, рынок это не только в нашей области, это как бы, это именно то место, где идет большое скопление людей. И на сегодняшний день, согласно постановлению, если закрываются крытые рынки, то есть, крытые, допустим, закрытые, а разрешается, например, торговля на улице, то есть на свежем воздухе. Здесь, наверное, еще играет роль время пребывания у парикмахера и, например, в автобусе, да? Да, абсолютно верно. В автобусе ты едешь, допустим, 3-4 минутки, там, от силы 5 минут, там, даже до 10 минут бывает это. А в салоне красоты, допустим, ты находишься там и час, и полтора часа, до двух часов. Поэтому здесь тоже это учитывается. На рынке у нас что открыто, что закрыто? Кто-то пишет, что часть волны работает, а часть не работает, и с этим многие не согласны якобы. Вот можете нам конкретно расписать? Вот эти не работают, вот эти работают. Если касается вопросов торговых домов, в торговых домах, если работают продовольственные отделы, допустим, продовольственные и аптеки, то они работают, остальные у нас как бы не работают. И непродовольственные магазины, вот, допустим, до 500 метров, они все работают. В принципе, здесь вот по постановлению там все четко написано. Значит, у нас на базаре, да, на базаре работают точки продуктов питания. А склады работают? Да, работают. Там есть у нас постановление в виде деятельности, которых вот не запрещено, то склады, это тоже как бы работают, склады розничной торговли. Это все в постановлении оговорено. Есть у нас такой комментарий. Женщина пишет, что давно доказано, что маски неэффективны, и вообще людям с проблемами дыхания, сердце очень сложно ходить в масках. Ну зачем тогда эти меры? Ну вообще, все таким людям, у которых есть проблемы с органами дыхания, значит, сердечно-сосудистой системы, мы вообще порекомендовали бы как бы не выходить, пока ограничиться с выходом на улицу. Но если уже, раз касается дела, выходить, допустим, в аптеку, в магазин, или хотя бы даже прогуляться, все равно мы рекомендуем носить маски, одевать перчаточки, иметь антисептики. Это не только при данной инфекции. Оно вообще очень хорошо, это один из эффективных методов защиты самого человека от любых других инфекций. Пусть это будут острореспираторно-вирусные, ну и другие как бы инфекции. Поэтому это один из рекомендательных методов ношения масок. Если даже тем более в помещение заходим, допустим, в магазин там, ну любое другое помещение, обязательно нужно одевать маску, чтобы защитить себя, в первую очередь защитить себя именно от заражения. Это такой защитный метод, который доказан, наверное, веками, да, используется? Да, совершенно верно. Любой эпидемиолог может об этом сказать, что это вообще проверено действительно годами, веками, о том, что это один из эффективных методов защиты человека от заражения. Мы сказали, что ограничивается движение с 23.00 до 5 утра. Вот почему в это время именно такие меры, да, используются ограничения? Да, я могу ответить на этот вопрос. Все дело в том, что очень много дается комментариев. Мы читаем, я читаю очень много комментариев, как бы и негативных комментариев за то, что вирус может спать в это время и все такое прочее. Я все это как бы понимаю, но поймите теперь и нас. Все дело в том, что мы делаем акцент не на работу предприятий, не на работу, допустим, каких-то объектов. Я прежде всего, я говорила, говорю и буду говорить о том, чтобы нам сейчас нужно разобщить цепочку среди заболевших. И нам сейчас нужно, чтобы как можно меньше народу выходило на улицу. Именно в этот период, ночной период, люди должны спать. А получается, что некоторые вот как бы выходят и вот как бы вот ведут такой образ жизни, гуляют, как говорится, это. И просто к этому, чтобы как можно меньше людей выходило на улицу. И в течение дня то же самое. В течение дня мы просто ограничиваем, ограничиваем для того, чтобы именно не было скопления и не было вот именно вот этого общения, чтобы вот нам на сегодняшний день, вот то, что касается вот этого постановления, именно на период двух недель, вот, чтобы мы сейчас вот разобщились, то есть чтобы вот именно вирус, как бы вот, ну, как произошло разобщение, и чтобы вот не было дальнейшего возникновения заболеваемости. Ведь если у нас процесс будет дальше идти, здесь неминуемо тому, что объекты можем, как бы не могут функционировать объекты, как они будут функционировать, если будет большой рост заболеваемости среди жителей нашего города. Мне лично, как маму двоих детей, волнует вопрос с закрытием садов. Это было совершенно необходимо, так как если открывались только дежурные группы, то сейчас, как бы, к сожалению, идет регистрация и в дежурных группах, поэтому здесь, ну, мониторится, поэтому дежурные группы тоже не будут работать. Но это временно, посмотрим на эпидситуацию. Про правила захоронения в Балхаше, вот какие правила, по каким правилам сейчас вы работаете? Я знаю, что количество умерших от коронавируса у нас небольшое, но все равно, как бы, к чему готовиться? Ну, вообще, как бы, правила, это самое, это, в принципе, у нас тоже на контроле, вот, согласно всех постановлений, согласно всех требований, выдается расписка, если это положительный, COVID, допустим, у умершего, то, значит, путем обработки в морге тело выдается, расписка дается, расписка составляется самим родственникам, ну, родственникам дается расписка о том, что они будут соблюдать меры, меры, санитарные меры личной безопасности при захоронении, а так захорониваются не на отдельном, но, в общем, как бы, по месту, где их хотят захоронить. В принципе, к этому нету, как бы, сейчас, таких требований. Про штрафы, они будут применяться? Наказания будут применяться? Да, штрафы обязательно будут применяться, значит, постановление оговорено меры административного воздействия, но весь вопрос просто, в какой части это будет применяться, пока вопрос открытый, но это уже вопрос будет уже, мы ждем просто, как бы, административный, по какой статье будут привлекаться, то есть физические лица, или еще и, как бы, индивидуальные предприниматели, то есть в данном случае физические лица тоже виноваты в том, что они допускают какого рода нарушения, поэтому и к физическим лицам тоже будут применяться административные меры воздействия. Это значит, что проверки мобильных групп будут усилены, будут проверки проходить везде? Обязательно, мобильные группы у нас, в городе 4 мобильные группы у нас, это самое, созданные, они все, как бы, работают и будут работать, именно на, сейчас это проводится у нас профилактические мероприятия, разъяснительная работа, все, поэтому в этом отношении мы не расслабляемся. Мы надеемся, что в этом выпуске мы смогли ответить на большее количество вопросов от балхажцев. И на этом наш выпуск завершается. Лена Крумановна, спасибо за визит, до свидания. Спасибо большое за то, что я участвовала на этой передаче. И еще раз хочу всех жителей города, всех наших горожан предупредить о том, что все-таки мы делаем все мероприятия, мы проводим все мероприятия, чтобы, как говорится, зараза не пошла, как бы, дальше. Поэтому я прошу сейчас поменьше паники. Мы вместе, мы вместе преодолеем это все. Я вас очень понимаю, вот, и поймите нас тоже. Поэтому я желаю всем здоровья. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова